Не хочется о грустном говорить, но думаю, что иногда есть смысл вспомнить кое-что. Вы помните, каждый из нас помнит в кино, как наши люди во время войны приходили и отстаивали очередь за пайкой. Ленинградская блокада, да и не только в Ленинграде. Получали кусочек хлеба, крошечный, черный. Как драгоценность несли его домой, а утром на другой день, задолго до открытия этого пункта или магазина, где выдавали по карточкам этот хлеб, люди снова стояли очереди. И так каждый день. Это ужасно. Это ненормально. Это трагедия высшего порядка. Но не менее трагичное обжорство. Зачем я заговорил? То о демьяновой ухе, то о голоде, то об обжорстве. Понимаете, так человек устроен. Когда мы делаем... Вот я о презентации хочу сказать. Потому что она напрямую связана с голодом и обжорством. Когда мы делаем презентацию, вот это вот мое обращение посвящено, или, значит, оно больше имеет отношение к тем, кто публично выступает. Кто выступает на аудитории. Кто дошел до такого уровня ведения бизнеса, что он говорит перед аудиторией. Хотя любой, даже самый-самый-самый зеленый новичок, он так или иначе все равно выступальщик. Говорит перед людьми. Так вот, в результате наблюдения за самим собой, я пришел вот к какому выводу. Что чем короче, чем лаконичнее, я говорю, чем менее я привязан к результату, чем больше мне пополам, что будет дальше, тем больше эффекта. Чем дольше я говорю, чем подробнее я стараюсь объяснить, чем больше я заботюсь о результате, о том, чтобы люди все поняли, а чем больше я заботюсь о том, чтобы они все-все-все-все осознали, прониклись, чем больше я разжевываю, чем больше я стараюсь для них сделать хорошо, чем больше я причиняю им добра, тем хуже результат. Потрясающе, удивительно. Это мне напоминает напрямую, вот напоминает то, что я сейчас с самого начала, с конца. Человек голодный, недокормленный, неперекормленный, неприсыщенный, он обязательно придет. Человек, которого накормили как на убой, до отвала, он куда-то исчезает. И здесь есть тонкость. Даже подготовленные люди, даже опытные, даже уже знающие тысячу раз то, что я говорил, попадают в эту ловушку и не могут удержаться от того, чтобы не сделать человеку слаще, не сделать им приятнее, не рассказать еще чуть-чуть, не пояснить более детально, более подробно. Удивительно. Ты стараешься ему подробнее рассказать, а это ему вредит. Ты не договариваешься и говоришь, мне сейчас все некогда, он заинтересовывается и хочет узнать больше. Если вы мне не верите, то вы можете продолжать подробно информировать своих кандидатов о тонкостях вашего бизнеса, и вы будете терпеть все время поражение. Редко кто будет подпитываться. Чем небрежнее вы будете относиться, в правильном смысле этого слова, к результату, чем больше людей будет вас слушать, и чем короче, уверенней, без привязки к последствиям, вы будете говорить, оставляя недосказанным какие-то вещи, тем больше людей будет включаться. Короче, голодный, недокормленный, с аппетитом, человек, который хочет еще гораздо ценнее, чем тот, которого накормили демьяновой ухой. Если вы меня поняли, то это большой прорыв. Но это еще не означает, что вы научились. Нужно, когда ты выходишь выступать перед людьми, нужно знать самое первое, главное, основополагающее, фундаментальное правило успеха. Твое выступление не должно быть более 30-40 минут. Если ты вышел за рамки, значит, все, ты сорвал. Как бы ты сладко не говорил, ты провалил, ты не сделал самого главного. Оно должно быть коротким, это первое. Оно не должно быть длинным, оно должно быть коротким. Проповедь должна быть 40 минут, презентация максимум 40 минут, лучше полчаса. Тот, кто делает ее полтора часа, тот дурак. Тот не умеет выступать, тот не знает, как это делается, тот просто певец, который получает наслаждение от пения, от процесса, и его не интересует результат. А результат, чтобы человек включился в бизнес или купил продукт. Учитесь от Стива Джобса, как нужно произносить речи, которые меняют мир. и не только у него море материалов, примеров. Чем короче, тем лучше. Удачи вам!